Документ требует ответить на ключевые вопросы. Что может дать субъект бизнесу и что возьмет взамен? Инвестиционный стандарт внедряют и в Хакасии. Причем многие требования не просто знакомы нашему региону, они реализуются уже здесь многие годы. Дать гарантию, создать все условия, чтобы бизнес-партнеры чувствовали себя в регионе комфортно. Ведь от них зависит весомая часть бюджета, а значит и благосостояние всего субъекта. Такую без преувеличения государственную задачу поставил президент России Владимир Путин в декабре прошлого года. В основу идеи вошел проект региональный инвестиционный стандарт. Он включает в себя опыт инвестиционно успешных субъектов и по большому счету систематизирует требования, которым должен отвечать каждый регион. Некое руководство к действию, чтобы в конечном итоге привлечь крупное бизнес-вложение. Прежде всего нужно показать инвестору потенциал наших регионов. Он должен четко видеть, как будет идти развитие инфраструктуры, какие меры государственной поддержки, какие льготы доступны в том или ином субъекте федерации. Где планируется развивать промышленные кластеры, какие кадры будут готовить образовательные центры для реализации предлагаемых проектов. Такая информация должна быть доступна в онлайн-режиме. Обкатку инвестиционный стандарт уже прошел. С января его внедряют во всех регионах России, в том числе и в нашей республике. Курирует процесс Федеральное агентство стратегических инициатив из Москвы. Его представитель уже побывал в Хакасии и встретился с экономистами республики, чтобы объяснить все нюансы и лично ответить на вопросы. Сейчас осуществляется полномасштабное внедрение во всех субъектах Российской Федерации этого стандарта. Ранее, в 2012 году он проходил апробацию в пилотных субъектах. Это 15 требований, 15 лучших практик, которые реализуются в инвестиционно успешных регионах и которые принято решение масштабировать, внедрить в других субъектах. Минимальный набор требований, которым должны прийти регионы уже к концу 2013 года, состоит из 15 пунктов. Список не столь велик, но, тем не менее, работа предстоит большая. Во-первых, это наличие инвестиционной стратегии в регионе. Стратегия должна определять четко инвестиционную политику в республике Хакасия, должна определять приоритеты территориального отраслевого развития. Должен быть в регионе план создания объектов, необходимых для инвесторов инфраструктуры. План этот должен быть доступен в информационных ресурсах. Чтобы этот план можно было инвесторам увидеть, должен быть создан в регионе специализированный двухязычный инвестиционный портал. Через этот сайт потенциальные инвесторы смогут увидеть всю информацию, где, как и на каких условиях предоставляется земля, имеется ли инфраструктура на участке будущего, допустим, промышленного комплекса, а если понадобится, и оперативно связаться с руководством региона, буквально в онлайн-режиме. Кроме этого, инвестиционный стандарт дает гарантию вкладчикам, в первую очередь правовую. Одно из ключевых условий – организовать в регионах экспертную группу. В его состав должны войти не только представители власти, но и предприниматели. Многие требования, утверждают специалисты, в республике действуют уже многие годы. К примеру, по сути, работу экспертной группы сегодня выполняет Совет по экономическому развитию. Он принимает решение, какие проекты выгодны для Хакасии, а в случае одобрения дает и грантовую поддержку. Хакасия уже составила проект «Дорожные карты». Это некий план мероприятий. Их проведут в рамках внедрения инвест-стандарта. Экономисты не скрывают, с удовольствием опробуют успешный опыт соседних регионов. Тем более, что Хакасия за последние 4 года динамично выросла по количеству привлеченных инвестиций. Еще в 2009 году республика стояла на 71-м месте среди 83 регионов России по числу инвестиций на душу населения. Последние показатели вывели наш регион на 37-е место, опередив сразу 34 субъекта. Инвестиционный стандарт собирает все самое лучшее и эффективное в работе с бизнесом. Причем в выгоде остаются обе стороны. Каждый регион может предложить свой проект, который может стать универсальным. Чем, поделится Хакасия, специалисты пока держат в секрете. У нас такой проект есть, пока преждевременно говорить об этом не буду. Но пришли к такому выводу, после, наверное, встречи с экспертным сообществом, уже обозначимся, какой проект у нас будет выбран в качестве такого пилотного, в качестве самого успешного и интересного для масштабирования для Российской Федерации. Один из масштабных проектов Хакасии – Черногорский промпарк. Площадка для строительства более чем 20 промышленных предприятий. Сейчас на пороге реализации. Основной вклад – частные инвестиции. И партнеры, которые готовы вложить средства, уже заявляют о себе. Инфраструктуру берет на себя республика. Деньги выделяет и федеральный центр. Какой результат принесет инвестиционный стандарт экономики республики, пока говорить рано. Минимальный срок, через который можно будет увидеть эффективность – три года. Ясно одно – сегодня приток инвестиций напрямую зависит от диалога власти и бизнеса. В Хакасии же с этим серьезных проблем никогда не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова